Тварь ли я дрожащая или право имею? А давайте разберемся. Адвокат-общественник Анна Здановская в программе «Про право». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире ПЛНФМ. Программа «Про право». Я ведущая Анна Здановская. Программа, в которой мы учимся отстаивать наши права и разбираемся в тонкостях законодательства. Сегодня мы поговорим об адвокатуре, о том, как получить статус адвоката, а также о работе адвоката по оказанию бесплатной юридической помощи. Давайте разбираться. Сегодня у меня в гостях президент адвокатской палаты Псковской области Герасимов Алексей Анатольевич. Здравствуйте. Здравствуйте, Анна Сергеевна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Алексей Анатольевич, я думаю, многих наших радиослушателей волнует вопрос, кто же такой адвокат. И самый главный вопрос, как стать адвокатом, что для этого нужно. Адвокат – это, согласно закону об адвокатской деятельности адвокатуре, независимый профессиональный советник по правовым вопросам. Адвокат – это человек, который оказывает квалифицированную юридическую помощь, защищает права, законные интересы граждан и организаций. Для того, чтобы стать адвокатом, мы понимаем, нужно как минимум юридическое образование и опыт работы. Для того, чтобы стать адвокатом, в первую очередь, нужно желание помогать людям. А если коснуться формальных требований, то, безусловно, необходимо высшее юридическое образование, опыт работы по юридической специальности не менее двух лет. Возможен вариант, когда адвокатом могут стать выпускники юридических вузов, которые прошли стажировку не менее одного года в соответствующих адвокатских образованиях. Ну, и тогда, наверное, все-таки немножечко о процедуре, каким образом статус присваивается и получается. То есть это экзамен, да, существует определенный. Расскажите, пожалуйста, в двух словах, ну, хотя бы, чтобы у граждан имелось понимание, что это не просто, как в обычную приходишь организацию, приносишь трудовую книжку и становишься, я не знаю, там, соизыкателем какой-то должности. А что здесь необходимо все-таки пройти немножечко другой, ну, посложнее путь, так сказать. Анна Сергеевна, действительно, чтобы стать адвокатом, нужно выдержать непростой вступительный экзамен. Экзамен проводится квалификационной комиссией адвокатской палаты Псковской области, членом которой, насколько мне известно, вы также являетесь. В квалификационную комиссию, кроме представителя адвокатского сообщества, входят представители судейского сообщества, общественности и Министерства юстиции. Ну, стоит отметить, что сейчас, в настоящее время, да, в соответствии с последними требованиями, экзамен проходит в два этапа. Да, это тестирование и, соответственно, непосредственно сам экзамен. Да, устное собеседование. Устное собеседование. И только потом, при успешной сдаче, да, соответственно, уже присваивается статус. И человек становится... Да, адвокат приносит присягу, и, соответственно, ему присваивается решением квалификационной комиссии статуса адвоката, и после прохождения определенных формальных процедур он может осуществлять деятельность в качестве адвоката, оказывать правовую помощь нуждающимся в ней. Хорошо. О чем бы еще хотелось бы поговорить? Это про реализацию 324-го федерального закона о бесплатной юридической помощи. В силу закона адвокаты у нас занимаются реализацией этой помощью. И хотелось бы, чтобы вы рассказали, как на сегодняшний день обстоят дела, потому что мы это уже обсуждали в наших программах, что были некие изменения в связи с пандемией, которая, к сожалению, наложила определенные рамки для оказания и этого вида помощи юридической. Как на сегодняшний день обстоят дела у нас, и чем мы можем поделиться, какими хорошими новостями в этом направлении? Да. С момента принятия закона о бесплатной юридической помощи адвокаты оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам в связи с пандемией и теми ограничениями, которые были, это, наверное, позапрошлый, прошлый год, адвокаты в основном оказывали такую помощь дистанционно. Сейчас, с лета этого года, после снятия всех ограничений, адвокаты опять оказывают такую помощь в очном режиме, и хотелось бы обратить внимание лиц, нуждающихся в этой помощи, что каждую пятницу с 10 до 13 часов по адресу город Псков, улица Ленина, дом 7, в офисе регионального отделения Ассоциации юристов России оказывается такая помощь. Записаться предварительно возможно по телефону. телефон указан на сайте адвокатской палаты Псковской области, либо можно прийти по вот этому адресу, еще раз повторюсь, Псков, Ленина, 7, офис Ассоциации юристов России, где можно записаться на прием, ну и, соответственно, помощь такая будет оказана гражданам. На сегодняшний день у нас еще существует и дистанционный формат, то есть мы его не свернули, я правильно понимаю, на сегодняшний день еще и дистанционно мы можем точно так же принимать граждан по бесплатной юрпомощи непосредственно. Через телефонные звонки график точно так же размещен на сайте. Граждане могут воспользоваться этим ресурсом для того, чтобы получить бесплатную юридическую помощь. Да, Анна Сергеевна, безусловно, дистанционный формат мы не отменяем, потому что действительно он очень удобен и могут получить помощь граждане, находящиеся не только в городе Пскове, но и в районных, отдаленных населенных пунктах, потому что не всегда есть возможность добраться к тому месту, где адвокаты оказывают такую помощь. Но, кроме этого, я хотел бы обратить внимание, что адвокатской палатой, в том числе и совместно с Ассоциацией юристов региональным отделением Псковским проводятся дни бесплатной юридической помощи, когда заранее через тот же самый сайт ПЛН на сайте адвокатской палаты мы размещаем заблаговременно информацию, что в такой-то день по такому адресу будет оказана помощь всем нуждающимся, не обязательно тем лицам, которые попадают под действие закона о бесплатной юридической помощи. Но я думаю, что в данной ситуации, чтобы, в общем-то, радиослушателям не вдаваться в подробности, кто попадает под действие закона, кто не попадает, достаточно обратиться либо по телефону, который имеется на сайте адвокатской палаты, либо по адресу, который я уже называл, и, соответственно, квалифицированный специалист определит, попадает данное лицо и его вопрос под действие закона, либо не попадает. Но хотелось бы обратить внимание, что в любом случае мы не отказываем в помощи всем нуждающимся, и даже если лицо, либо его вопрос не попадает под действие закона, юридическую консультацию такому лицу мы все равно оказываем, и оказываем совершенно бесплатно. Да, это такой полезный ресурс, на мой взгляд. То есть любое лицо, в общем-то, тот, кто обращается в ассоциацию юристов, может получить бесплатную хотя бы правовую консультацию, хотя, как мы знаем, на практике это далеко не исчерпывающий перечень, то есть и документы составляются, и нашими адвокатами, и успешно неоднократно мы консультируем, даже если вопросы действительно не подпадают. Очень, на мой взгляд, полезный ресурс в виде вот такой помощи. Ну, о чем бы еще, наверное, хотелось бы с вами поговорить, это о том, чтобы не было такого понимания, что вот адвокат, он такой, получил статус, на этом закончился его деятельный, вернее, обучающий процесс. То есть расскажите, пожалуйста, слушателям, чтобы было понимание о том, каким образом, вернее, адвокат повышает уровень своих знаний и совершенствует их, это обучающие семинары, проводятся ли они, и как это вообще организовано в Федеральной адвокатской палате, адвокатской палате Псковской области. Потому что все-таки я к тому, что адвокат – это вечный ученик, который находится в постоянном процессе познания, совершенствования своих знаний, потому что закон изменяется стремительно в любой отрасли права, какой бы ни занимался адвокат в своей деятельности, не применял. Анна Сергеевна, ну, мы с вами прекрасно понимаем, что в любой профессии необходимо совершенствоваться. Но в нашей профессии это особенно актуально, потому что ошибки юридические, они дорого стоят для наших доверителей. Поэтому, безусловно, как лица, оказывающие в соответствии с Конституцией квалифицированную юридическую помощь, адвокаты должны непрестанно учиться, непрестанно совершенствовать свои знания. И более того, у нас данное требование закреплено в законодательстве. И установлено, что каждый год адвокаты, те, которые молодые, со стажем до трех лет, соответственно, больше должны проходить обучение, это не менее 40 часов. Адвокаты, которые имеют стаж более трех лет, это не менее 30 часов. Но это не значит, что мы 40 часов проучились и на этом останавливаемся. Мы прекрасно понимаем, что подготовка к любому делу – это изучение законодательства, судебной практики, актуализация его. Поэтому вы правильно сказали, что адвокат – это действительно вечный ученик, но в хорошем смысле этого слова. То есть человек, который постоянно должен совершенствовать свои знания. Тем более законодательство наше изменяется постоянно, практика применения также меняется. Поэтому, безусловно, без этого нам никуда. Да, это точно. И на самом деле, хорошо, что сейчас, опять же, Матнебия, как я вижу, пришла нам на помощь, потому что организовано большое количество вебинаров, именно дистанционно. Если раньше у нас все это было в очном формате «Человек-человек», и это имело свои трудности, то сейчас мы можем дистанционно, буквально, чуть ли не каждый день иметь возможность какие-то знания получать. И это здорово. И, наверное, о чем бы еще хотелось бы, чтобы наши радиослушатели узнали или еще раз услышали, если они об этом знают, это о проектах Адвокатской палаты Псковской области, которые реализуются. Ну, наверное, об этом мы уже говорили в наших эфирах, но, тем не менее, еще раз хотелось бы осветить эта работа с молодежью и подготовка, и правовое просвещение молодых людей, студентов и школьников. Анна Сергеевна, Адвокатская палата видит вот свою, ну, если не главную, но одну из главных ролей – это правовое просвещение граждан и, прежде всего, молодежи. Это, безусловно, школьники, студенты. И как сама палата, так и Совет молодых адвокатов, соответственно, активно участвует в данном просвещении, проводится масса мероприятий. Это и учебные суды для школьников, это и классный юрист для школьников, для студентов – это школа будущих адвокатов. Ну, здесь есть и определенный наш интерес, потому что адвокатура заинтересована в том, чтобы к нам приходили не просто люди, которые получили пенсию и проработали много лет в правоохранительных органах, и, в общем-то, больше себя нигде не нашли, как прийти к нам в адвокатуру, а чтобы к нам приходила молодежь, чтобы нам приходили лучшие кадры. И для этого, соответственно, мы стараемся и развиваем институт стажировки, который фактически позволяет брать и готовить будущих адвокатов уже после получения соответствующего диплома по направлению ириспруденция. Поэтому вот эти проекты мы активно развиваем, работаем с ними, и видим одну из основных задач, чтобы действительно молодежь с одной стороны, в общем-то, знали и соблюдали закон, а с другой стороны, в идеале, кто для себя выберет в качестве будущей профессии и ириспруденцию, пришли к нам работать адвокатами. Ну, на самом деле, проекты у нас действительно очень интересные, и многие школы, ну, не будем скромными, хотели, да, с нами сотрудничать с адвокатской палатой Псковской области именно и по проведению учебных судов, да, когда наши дети ездили и занимали призовые места в Санкт-Петербурге, вы участвовали там и показывали хорошие результаты при этих играх, и, в общем-то, показывали хороший уровень подготовки. Действительно, мы, получается, делаем большое дело, да, с вами и с нашими коллегами, и воспитываем уже будущих юристов и наших коллег, можно сказать, да, уже с ранней стадии, со школы, да, уже выходим на такой интересный уровень. На самом деле, проекты адвокатской палаты, ну, на мой взгляд, очень интересные, и еще хотелось бы, наверное, дополнить то, что вы, наверное, поскромничали, но у нас есть и конкурсы СССР, которые мы проводим и награждаем студентов, которые участвуют. – Школьников, студентов, да. – Да, школьники участвуют, и студенты участвуют с большой охотой, им это интересно, именно рассуждая на тему, кто такой адвокат, проблемы адвокатуры. То есть, действительно, как бы, масса интересных проектов. То есть, получается из нашей беседы сегодня, что адвокат – это такая разносторонняя личность, которая занимается, ну, на самом деле, интересным делом, но помимо этого есть еще ряд других граней, да, его как специалиста, а именно по направлению пробового просвещения и работы со студентами. То есть, мы делаем большое дело. Вот. Поэтому спасибо вам большое за беседу, за то, что мы рассказали радиоуслушателям о том, кто такие адвокаты, какая у нас интересная работа, то, чем мы занимаемся, потому что, ну, к сожалению, в обществе есть определенные мифы о том, что, ну, или там, недопонимание того, чем занимается адвокат. То есть, адвокат – это не только консультант по правовопросам, который уходит в суд, но это творческая работа, которая имеет много граней, да, и проявлений в различных областях. И все это, как бы, в себя включает, в общем-то, работа себя включает в много различных направлений. Спасибо вам большое за беседу, за то, что мы рассказали гражданам о ресурсе таком, на мой взгляд, очень полезном и важном, как оказание бесплатной юридической помощи, о том, что сейчас можно это получить не только дистанционно, но и очно. Надеюсь, это будет полезно гражданам. И еще раз напоминаю, что это была программа «Про право». Я ее ведущая Анна Сдановская в эфире в ПЛНФМ, а у меня в гостях президент адвокатской палаты Псковской области Герасимов Алексей Анатольевич. До новых встреч. Спасибо большое. До свидания. Давайте разберемся. Адвокат-общественник Анна Сдановская в программе «Про право».